Сквер имени Героя Советского Союза имени Зинаида Тусналобова-Марченко общественники проинспектировали одним из первых. Долгое время территория нуждалась в благоустройстве. В этом году сквер получил второе рождение. Активисты Общероссийского народного фронта оценили масштаб проведенной работы. Сделали ряд небольших замечаний, которые в дальнейшем позволят приобрести объекту окончательный облик. Цель сегодня их много. Первое – это ознакомиться с реализацией национальных проектов, в частности, комфортная городская среда, безопасные, качественные автомобильные дороги. Мы и сквер Мазикино неоднократно посещали, смотрели, и дворовые территории. То есть для нас Ленинск-Кузнецк, он знакомый, и мы знаем и положительные примеры есть, определенные недостатки, они всегда бывают, но они устранимы, так сказать. Все адреса для посещения активистами выбраны по обращениям жителей. У каждой локации своя история. Улица Черкасская, болотистая местность, на которой стоит поселок Дачный, напрямую влияет на то, что на проезжей части всегда очень много воды, вследствие чего образуются ямы. Чтобы сделать систему водоотведения, необходимо получить согласование всех жителей. Мы вот сегодня были в частном секторе, да, так сказать. Да, есть вопросы отсутствия тротуара, да, не заасфальтированные, водоотведения. Но мы же сегодня видим и другие проблемы, да, магистрали города. Здесь, конечно, определенный должен быть баланс, так сказать, что в приоритете поставить. И убежден, что вот такие вот встречи на местах с жителями, но мы где-то тоже участвуем в том разъяснении, да, о том, что сегодня в любой город – это семья. И в любой семье есть определенные приоритеты, что сделать в первую очередь. Общественники также посетили ряд объектов, которые в этом году были приведены в порядок в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, это пересечение улиц Шакурина и Спасстанции. В этом году проблемный участок отремонтировали. С повестки вопрос снят. Более 20 дорог в Ленинске-Кузнецком было отремонтировано в рамках программы «Комфортная городская среда». Чтобы оценить качество выполненных работ и узнать мнение жителей, активисты Общероссийского народного фронта в Кузбассе посетили ряд дворов на улицах Шишлянникова, Зворыгина и Мусохранова. Это знакомство сегодня и с реализацией ремонта дворовых территорий, чтобы реально посмотреть качество, оценить визуально, ну и, соответственно, познакомиться, пообщаться с жителями. За один день визита общественники побывали в Ленинске-Кузнецком на 13 адресах, отработали обращения граждан о состоянии улицы Чапаева в частном секторе. Посетили дом 54 по проспекту Ленина, где жители жаловались на проблемную кровлю. Параллельно собирали материал для мониторинга с теплом труба. Это новый проект Общероссийского народного фронта, в рамках которого активисты визуально наблюдают, как территории готовятся к холодам, нет ли порывов, утечек, нет ли случаев повреждения теплоизоляции трубопроводов. Все ли тепловые трассы надземного типа вступают в зимний период в отличном состоянии.